29 октября, день Лонгена, назван в честь святого мученика Лонгена Сотника. Он охранял место, где был распят Иисус Христос. Во время казни кровь Иисуса брызнула ему в лицо и излечила от катаракты. С этого момента Лонген уверовал в истинного Бога. Спустя три дня увидел воскресение Иисуса. Лонген решил проповедовать христианскую веру. Вместе с ним последовали два других воина, которые стали свидетелями воскрешения Иисуса. Но по приказу Понтия Пилата их казнили. Лонгена Сотника в народе считали защитником от болезней глаз и молились сегодня ему для избавления от них. Сегодня доставали зимнюю одежду из сундуков, чтобы прогреть ее на последнем солнце и проветрить на первом морозе. Верили, что такое сочетание солнца и мороза поможет защитить от зимних хворей. Ворота, калитка, входная дверь считалась в народе самым опасным местом. И все потому, что здесь стоит нечистая сила. А святой мученик Лонген как раз стоит между добрым и злым миром, защищает людей. По этой причине его образ размещали над воротами. Оберегом от нечистой силы мог быть какой-либо острый предмет, например, зубья, бараны, коса и так далее. Также втыкали в щели или сажали возле ворот колючие растения. Шиповник, боярышник, терновник, ежевику, можжевельник. Оказывается, острое, режущее. Остерегаются жители тонкоматериальных миров. Приметы. Если перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края, зима будет теплой. Если ветер сегодня переменчивый, зима будет с частыми оттепелями. Если сегодня мутная и бледная луна, это к морозу. Продолжительный туман сегодня к оттепели. По отлету грачей судили, когда пойдет снег. Если отлетели, жди снега. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.